привет друзья едем на барахолочку искать те вещи которые недооценили продавцы постараться их купить по хорошей цене для того чтобы перепродать и заработать кстати друзья может кто-то поможет подскажет какую сенсорную панель сюда поставить туда обратиться сделали качественно мы подобрали качественную панель кстати можете посмотреть вот камни как я проверял пока еду на барахолку посмотрите за камни были с прошлого видео вот этого подсказочки так запишу сейчас результаты потом скажу что за камни здесь у нас 172 и 5 глазок не видно к сожалению не могу показать так сейчас проверим в этом кольце здесь 178 с половиной показатель проломления то самое интересное здесь тоже 178 с половиной это понятно что это янтарь но все равно сниму показатель проломления 154 в этой сережке 177 с половиной смотрите как интересно на свет видите какой так еще со всего снимем показатели до тестером так в общем провел еще пару манипуляций проверил на тестере вот это еще ультрафиолете это шпинель синтетическая вот такие вот дела это вообще что-то непонятное химическое скорее всего скорее всего стекло овчинка выделки не стоит чтобы проверять более детально здесь вот такой фионетик не рубинка антетический в советском золоте можно встретить фианит это у нас пан юнтарь красивый такой да камешек цена покупки 53 это отвезу хозяина пусть теперь принимают решение по цене и здесь тоже фианит хотя и когда покупал думал может хрусталь похож но а самое главное это я забыл сказать здесь у нас коралл береза если подскажите буду благодарен передам привет ну шо полетели да пидори отсюда и что-то такое короче купил недорого непонятно что это у твоего бля студента моего студента это кто-то который блядь и обучал а я вону тут взял ножик погадаешь что за ножик не стропорезик блин задумал до складных ножей за 200 гривен нормально для начала до смотрите тут какие часики предлагают красавчики на и все работает сюда ходу на их не получены они вершины в их они там идеальный просто не грамм не разбирался интересные апельсики это же не молния да не молния с двумя идет а это слава 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 капитанский так это шрипчак я не могу чтоб не завести вы меня простите я в коробку надо завести коробка такие как он идет идет все братью даже на ноль сбрасывают это у нас на работе там контора а это почем работают не может работать может не работать старый час и минус старые часы на мрак не знаю я тут нет заберу там наверно ничего нет раз так дешево все уже мониторится короче в руках зажат это уже все из этих рук уже точно блин не выскочили шоу за счет по часам все остальное вроде вроде тоже что и было стоит перерывать айкас появилась так это ты был да ты шо так яйца бритны и он среди железок видите объективчик стоит да всего много но из этого много надо найти именно то что надо а шо нам делать будем искать да видите самовар электрический петух вот бы с петухом да на дровах на такой как это вот наверно тут кто-то вот этот снял магнитофон он наверно знал какую поставить тут хлама пруд пруди блин только ройся короче главное вырыг что-то нормальное вот тебе пожалуйста с кучки за за 100 гривен заря не знаю идет пока не идет а звезда серебряный браслет и корпус что самое интересное проба есть че нету есть вот ремонтировать сюда можно логично сегодня поперли часы посмотрим как будет дальше обычно чего день начинается тема продолжается главное ходить и внимательно-внимательно просматривать все так вы тоже не спешите если что-то хотите рассмотреть ставьте на паузу даже лесу можно найти на барахолке такие меха шикарные нити монтана таких печальных состояниях я кстати батарейки купила так вам и не поставил руку на продажу монтана в идеальном состоянии что-то не было время надо заняться этим вопросом нету девочки там делать прохожие на березу но только похоже 250 лет и друга 300 300 примерно все одна картина выехала что за часики сегодня даже вдоль трамвая вдоль уже до пути и выстроили бинокль почем 1700 еще 700 а ножик 700 украинский и 2 а а и а и и и и и и области с горища прикольные начали такое лезвие чуть-чуть болтается правда но это можно сделать я думаю сейчас мастеру отдам и все он починит оказывается когда часы не только часы еще ножи попадают ну красавчик для подписчиков принесли часы за 800 гривен так что идите в руке по ссылке в закрепленном комментарии со 100 гривен поставлю все работает все четенько посмотрим тут что тут нового а почем такие ждите ждите это потому что я в машину сходил снял кофту молнии я почем молнии пацаны долго размаживаются вот эта штука почем а что еще есть еще есть хороший а почему ключик не тут даже лучше отпечатки не оставлю когда только приходят разлаживаются еще приставка приставка 2300 урвал теперь надо опять в машину пойти отнести чтобы не тягаться еще надо пацанам остыть пока они там раскладывают а может он их еще что-то получится купить и там еще видел молнию надо забрать поэтому летим-летим быстренько ложечки козырные да почем такие ложечки с и там уже толпы не протолкнутся надо быть самым хитрым короче обойтись обратной стороной я пока хожу собираю игольницы по 100 гривен а за сколько ты ручку взял за 500 гривен нормально продай за 10 ты видел именно блин что там понравится а я тебя не снимаю ты мне зачем интересно я не видел такое за сколько взял работает или ты рискнул нормально надеюсь что заработает состояние за сколько урвал оригинальное да да сном найдет он пошёл пробовали решил сам попробовать рисун висус одна пробуем если побули сколько лет насос Паскаешь потом, все будут ждать, а вы как думаете, подписчики, пишите в комменты, часики какие-то, а часы у тебя работают, эти нет, а эти, эти тоже не получается, тоже непонятно, да? Фигурки, смотрите, ближе вам фигурки. Ложки, поварешки, секундомеры, часы, видите? Так, сейчас покажу молнию, да, вот там еще одни приходили, одни за 200 гривен. Вот эти вот, прихватил, правда, они не рабочие, и циферблатик немножко потертый, поэтому отдали за 200 гривен. Вы смотрите, какой здесь крутой номер, 0,0059, с первой сотни, браслет, короче, надо их отдать в ремонт, я думаю, да, и не менять этот циферблат, потому что все с первой сотни. Нормально, не знаю, как я только не иду, ну, еще чуть-чуть денег и пойдут. А вот она молния, которая за 5 разочков. За заслуги. И даже на ходу чуть-чуть, не знаю, наверное, не почистится уже, но, как есть, с 500 гривен. Идет, и вроде даже время показывает. Ну, пойдем, пойдем дальше искать. Киндеры, бижутерии. Тут, блин, снимать, тут сразу надо хватать, короче. Вот, смотрите. И сегодня, вот сюда, рассынула парахолка, видите? 100 гривен и 50 гривен без головки. Бывая за 150. А сколько такой стоит? Человечки, гривен, у меня это было. А сколько? 500 гривен, да? 500 гривен, да? Блин, не знаю, я надо, не надо, но часик изобрел. Коробочка такая неплохая, а не? Ладно, без этих комнатах надо, такое убрать это не надо. За 500 гривен. Унес к мастеру. К мастеру сегодня отдам часов, блин. Кварц сделан в СССР. Помните такие раньше часики? Кстати, часики не частые. Нормальные. Неизвестно, правда, работают или нет. Вторые даже без заводной головки. О, а номер какой, смотрите. Видели? Три семерки. Вот такая. Короче, починить мастер, я думаю. А там у пацанов, блин, смотрите, какая очередь. Не отходит, не отходит. Погнал я, короче, через переход. Не отходим, не отходим. А, сюда. Иду за скай. Посмотрим, что здесь. Вот здесь надо крепко рыться. Просто крепко. Вот они, друзья. Кто спрашивал этот бинокль, который в коротком видео, вот он. Видите? Даже покажу вам, где он находится. Чехольчик от него. Кладем назад, если успеете, он и что-то даже покупаю. Вот, с перехода вы ходите. И сюда. Сразу раз. Это посеребрение. Либо Прибалтика, либо Советская. Да, мы доставили. Да, мы доставили. Да, мы доставили. А ты уже про монетки будешь ехать? Ну, по погоде. Ну, по погоде. Ну, по погоде. Ну, вообще, у вас права. Да, здесь же ж будешь. Тебя набрать, я не буду. А когда с перехода вы ходите, сразу здесь, смотрите, вот это вам место расположения точки просто для тех, кто хочет купить тут что-то, залетаете. Видите, сколько добришка. Пандоры, сумка Пандоры. Видите? Тут даже есть телефоны, очки и зажигал. Короче, залетайте. Ну, а я пойду, похожу туда поищу. Смотрите, какая красота бабуги. Ну, красота красотой, но нам же заработать надо. Поэтому будем искать что-то ценное, что стоит денег. Кальянчик маленький, приехал такой на дне, рыбок урыл, да? Посидел. Ну, да, ладно. Почем ваш любитель? Доброго дня. Доброго фотоаппарата. Любитель фотоаппарата. Почем? Ну, красавчик, красавчик. Кому надо. Любитель оставляю вам. Я фотоаппараты раз продаю, и что-то больше мне не хочется фотоаппараты продавать. Перейду потом на другой товар. На какой вы видите чуть дальше. Какие рыбки. Это 150. Видите. Господа рыбаки. Это для рыбак. Да мне не надо, но рыбакам надо. Что мне не надо? Мне тоже надо. Может, купить что-то? У меня приспортный у неё уже писали. Я могу, чтобы сама все выгодрали. Вот такую. Блин, ну я сейчас поймаюсь на ней, и всё. А почем такая? Почем броня? Броня от 50 миллионов. Вот это почем? Вот эта конкретно стоит 70. Нет, она 60. Ну, в 50 и договорили. Ну, Андрей, с вами да, окей. Видите, как всё прошлое пришло и купил себе плеснул. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Для подписчиков, да? Или нет. В другой раз. Пока, может, что-то найдёт после просмотра видео. Приходите, ищите. А, кстати, сколько стоит? 700. 700 гривен всё. Вот так. Раз. От перехода идёте, идёте и найдёте. А на рыбалочку я уже выезжал. Не, на Мерседес, как правило, ничего не надо. Кроме солярки. Я уже на рыбалочку выезжал. Смотрите в Инстаграме сторисы. Ссылка на Инстаграм под видео. Так что залетайте. Посмотрите, что поймаю на эту плесну. А я пока иду дальше. О, там стоит бабуля. Уже без той мастерки. О, она, видите? Сейчас посмотрим тут и пойдём. Бабуле дадим денёжку. Кто там на мастерке? Здрасте, здрасте. Да? Здрасте, здрасте. Здрасте. О, нет, эта мастерка тут. А почём такая мастерка? Не знаю. 100, 150. Ух ты, уже подешевели, да? Подешевели? Хорошо. Ясно. Это ваш размер. Хорошая мастерка. Как торговля сегодня? Продали что-то? Нет, ничего. Я только пришла с двумя вот этими вещами. Ну, я вам помощь занёс. Спасибо. Хай вам счастит. Спасибо. Дай бог вам. Пусть ангел-хранитель вас хранит и оберегает. Спасибо. И вам удачи. Всего вам хорошего. Хороших продаж. Спасибо. Мастерка на месте. Кто спрашивал мастерку, вот она. Вели здесь. Они еще вели, никто не покупает. Два Евсоэль. Всего хорошего. Спасибо большое. Много всего. Пиджай какая-то сумка. А внутри сумки ничего нет. Ну, надо ходить и внимательно, внимательно, внимательно искать. Я уже до самого конца дошел. Сейчас посмотрим здесь. Березачи. Сколько стоит? Перед этим вот подписчик подошел, пригласил за 300 тым. Значок. Ну, вот уже и сезон на ласты, да? Только пока все разные. Оказывается, можно и значок купить, когда попадаются в начале дня ножи и часы. Если вы что-то хотите продать, друзья, встретили меня на барахолку, можете подойти и предложить. Может, мне подойдет. Думал, гранат. Ну, наверное, нет. А почем бусики? 150? Не, не гранат. Ну, еще где порыться есть. Людей много. Сейчас будем смотреть. Сегодня пока прет, как говорится, надо ходить и искать. Ну, вот тебе, пожалуйста, можно рыться. Вот такой компас. Правда, чуть-чуть поломанный. Едут в одной из лучки, видите? За 50, где? Сейчас, как вы видите, одна есть. Второй нет. Ну, за 50, где? Ну, вообще, даже ничего, потому что какое-то клеймо, зуб. Но работает. Вроде как работает. Бабулька на базе торгует тут на переходе. Так что, если что, мимо не проходите, друзья. Людей просто сто третий не кишит. Развалы работают. Видите, какие-то без колес можно купить. Да, обязательно. Что еще? Что еще вам показать? Вы видите, и спички. И подсвечники, и машинки. Монеты. Так что, видео посмотрели, друзья. И залетайте на барахолочку. Выбирайте, кого что интересует. Выбор просто огромный. Так, вот. Дошли. До моих любимых куч. Сейчас, может, музыка играет. Особо, блин, не пороешься на видео. Не умеете, сколько в пакете. Надо что-то, что-то искать. Все брать, пересматривать внимательно. Но, не бы стрелки на Мозор найти. Вон, дальше значки поднали. Какой-то Japan Tour. Тур по Японии, что ли? Но это не очень. Для меня там, посмотрите. Ну, смотрите, кораблик. Такие часики. Прекретные швейцарки. Часы. За сколько? Для босквичика уже купил. Часы не покупали. Ты наш такую видим? Понятно. Биноклик уже ушел. Я сфотографировал приятелю скинула, ради бога. Он говорит, всем я тебе это самое. Биноклик уже ушел. Красавчик. Но я не собираюсь, господи. Я говорю, я им наиграюсь, потом посмотрим. У него, да, что чехол и состояние огонь. Да, да, я его показывал. Ушел уже 5 тысяч. Ну, судя вот по этому изношенности, он старенький. Собаки без хвоста, к сожалению. Что-то тут пороемся. Видите, бинокль убежал. Встретил его на барахолке просто у человека. Поковырил механизмом. Значки. Надо поковырять. Сейчас поковыряю, может что найду. Не зря я ковырнул. Без гайки за 200 грн. Сейчас идем, уже пойдет, да? Гайка у меня есть. Пойдем дальше. Смотреть, где и что. Да, я так, честно говоря, думал, биноклик полежит, полежит. Думал, может, тысячи три предложить в конце дня. А он улетел за пятерочку. Не, ну, состояние огонь. Все не купишь, правильно? Приходится расставлять приоритеты. Новая куча товаров. Что тут у Юрчика? Надо пробежаться, посмотреть. Может, тут что-то завалялось. Желтки, правда, я прямо на барахолке. Видите? Бизнес Юра открыл. Толгар еще тут. Что-то я хотел у него купить. И не помню. Это хуже всего, когда подойдешь и не можешь вспомнить, что хотел забрать. Смотрите вам и бритвы. Ножики. Так, короче, вот они часики. Вот эти спросил для вас. Стоят они 500 гривен. Они работали. Я даже недавно видел в ТикТоке где-то у себя в старых видео. Здесь они работают. Тоже говорит, ну, я батарейку только поставлю. Смотрите, если что, пишите. Посмотрим с этой стороны. Может, с этой стороны увидим что-то по-другому. А такой нож почем? 4 тысячи. Ну, красивый, да? 500 гривен. Такая брошка серебряная. Недорожен, да? Не, ну, накупился я сегодня крепко. Если доживел, может, в следующий раз? Нет, нет. Что тут еще? А почем такая копия? Идет. Сколько стоит? 1,5 тысячи. 1,5 тысячи. 1,5 тысячи копии. 1,5 тысячи. Да, даже с трещоточкой. А такие почем? 1,5 тысячи. Закид тысячи, видите? Завтра видео посмотрели, можно сразу ехать к Юре. Можно позвонить. Можно позвонить. Пантюша, позвоните. Где на... Димойся. Ой, пан Лофайден. Квадра. Квадра по чем? 400 гривен. А сколько? Квадра 79. 70 гривен. 70 гривен. Я там 400 заряжаю за съемки. А полет? Который же по 70 гривен. Видите, какая халявка. Что тут такое? Столы забрал. Я смотрю, что у тебя так мало товара, блин. На полужню. Вообще нет. Столы забрал. сань кинула тебе посмотри позвонил человек там короче пронесли с подводки там за графином со всеми делами поэтому бил туда посмотреть а почему у вас там камушки там в коробочке изумруды синтетика до гидротермальная 15 долларов карант 8 видов огранки квадраты овалы круглые сердца надо посмотреть почему для термального факт в том что увидел вот там видите случайно раз и сколько увидел изумрудом когда бы написал что-то назвали рамки до октагон звезды можно а то паза почем ну да сколько сколько хожу ни разу не встречал гидротермальные изумруды на бараховке и цена такая вроде ничего нет колечки пожалуйста колечки ножи все что хочешь поломаны самому же и топор серебряный он бронзовый и ты сколько а почем за грамм за грамм почем чипа изделия от 40 увидел вначале какие цены сладкие по 40 гривен лёха тут торгует торгует лёха сейчас посмотрим что там мне надо там взять яйцо и бежать в машину отнести сегодня уже реально стал бегать в машину сейчас еще сбегаю петровичу отнесу ему нож надеюсь он сделает и по пути куплю если только что-то очень интересное а эту сумку короче рвут уже крепко-крепко постоянно в ней роются там есть кораллы и янтарь да для подписчиков для подшипников недорого далее мы уже сегодня купили для подписчиков посмотрим что тут что тут у тебя сколько всего более красивые да вот и покупаю после этого айфон фокусируется иногда плохо скелетон и сколько такие кошки 222 200 и вы самый модный 260 евро олега просто глаза разбегаются смотрите ножики тут новые хочет меня замануть янтарной брошечкой янтарная брошечка да прикольная прикольная тут вообще идеально видишь подида во влаге хранили где-то чуть-чуть и да да есть сообщено вытирается принципе но не до конца и остаются эти 250 гривен разных цветов там 11 цветов у меня всякие разные будет еще металлические такие полностью тоже новое смотрите сколько тут омега добра водолазики а водолазики такие почему половина обслужен идеал эти как я сегодня купил у меня с номером с маленьким эти как отличаются не буду доставать показываю молнии почем в коробочках не потрясили в новое ориент почем-то вот это полторы тысячи ребенок простые ух ты дышу добра электроника это есть где короче париться тут надо брать 40 и заходить коллегу не хватит 1040 не хватит я уже хотел предложить 40 за все и поехать на мою о чем электроника такая 709 видите сколько есть еще целый ящик часов а когда ты будешь когда ты будешь когда приходи когда приходить в субботу будешь завтра не будешь завтра не будешь сразу раз через переходе на любой кошелек это сотня 13 число считаете бабок бабок берите дуга побольше и цены разные 400 500 100 150 200 250 ориент он а что случилось ты эмигрируешься на что не на что коллекцию распродаем 550 он купил ласт и сказал что через через тису получится да не меня и тут все устраивает это уже не получится молния молния все есть а вот швейцарист какой старенький 500 500 160 евро сейчас я подойду не знаю ладно надо бежать но нож надо отдать в ремонт понесли нож в ремонт по пути еще что-то покажу вам если будет что-то интересное куплю только если что-то очень прибыльное вот видите если у Олега тут хорошо порыться в ящиках можно найти интересные часы с которых содрали славу транзистору булава видите но оставляю здесь так что в субботу залетаете Олег ты во сколько будешь по времени планирую с 10 вот тут будут рыть это уже будут точно рыть однозначно не я серьезно не забираю остается здесь пушечка так бегу к Петровичу он там стоит по левую сторону ищите его на полу где-то две трети этого участка всего надо пройти просто пробежать вот короче Петровича уже нету видите 114 не успел пошли тогда смотреть дальше да значок какой-то тут новой сама привет Федя тебе значочки да фигурки вот такая маленькая янтарная бусинка лежит хорошая она куда ее одну у Лехи космоса сколько тут товара блин всегда нового а кепка у него какая модная блин здорово что тут у тебя такого он есть держатели с зарядкой держатели с зарядкой ух ты ну что-то симпатичное такое чтоб купить недорого и дорого продать ну зарядку купи и дорого продай новая вещь замотанная непользованная в идеале ВК короче ты опасный человек тебе подойдешь и ты что-то напаришь обязательно ну камеры продать видишь видеонаблюдение фирменные погнали камеры две по цене одной главная приставка фирменная сколько стоит полторы за пару вот это стоит полторы бэушная и тебе за две две за штуку и подписывайтесь подписывайтесь а вы там слышите две за штуку все приходите в космос ищите его на аллейке гучи кельвин кляй ты шо тут выбор да какой огромный ты шо тут выбор да какой огромный ремешок женский чайка а почем чайка 800 800 зри 200 а такие 800 такие тоже 800 приходите кому понравится скопа на речь и и и и и и и и в и напишите руfor кто шарит пишите какую пачку я тебе знаю что пришел спросить по чему копии такие подожди а вторая а вот это если надо заберу какой бы в оригинальчик колечки еще тут ракетские полеты это прям на входе от эпицентра и сюда вот так раз по переходу сразу тут этим не совсем не жалко вам подсказать а почем такие касси 4500 полторы тысячи 279 2 500 что тут у них еще есть ковбойские шляпы булава от волги витяз браздовичка таки такие штучки тоже продают фотики фигурки красота да кувшинчик с корабликом охотничья водка друзья если в вашем городе нету барахолки и вы не знаете где продать залетайте в группу в телеграм закрепленном комментарии ссылка сюда под видео выставляйте на продажу продавать а если хотите купить залетайте покупаете там очень много товаров все у кого нет барахолки все там а а а вот кусочек интересен не правда не нужна такой шляпы 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 как и сведомый бренд показать ближе а что за шляпа что за фирма ну давай покажем знаете такого 3000 гривен а то тоже такие да но нужно нужно лучше все по три можем трошки короче подписчикам скидка да а если пришли и сказали что увидели шляпу в видео были просите скидку а вот смотрите можно хлочек купить на видео монетами серебряными представляете какой видос можно сделать так да найти кладу за кладу за кладу ухты bluetooth какой то а шо оно робот это чертова знает я не смотрел а стоит сколько семьсот стоит семьсот кто знает что он делает пишите подключается а работает вообще да смотри этой ручкой Иван серьезный надежный верный отзывчивый так что Ваня надо брать ухты блестяшки это а маленькая это это 700 гривен а маленькая это вот 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 там тут там по целый соответственно я на вот Эмельхиор почем? Тысяча. Сколько стоит? 800. 800 гривен. Тарелка какая. С перламутром. Если что-то увидели, друзья, понравилось, пишите. Давай заглянем сюда, пока нет стекла. Такий кулончик стоит 400 гривен. Добавочка. Прогреть. Сережки 500 гривен. Сережки 500 гривен. А серебряное ушко, не? Да. Мельхиор. Это бижутерия стоит 100 гривен. Чуть подорговались за 300. Поехали. Труб подзорных. А по чем трубы? Трубы по чем? 1200. По 1200. 120 кратного. Да? По новинке. Приходите, друзья. Если вы видели, нужна труба. Цена просто одна. Скоро надо дарить. Да? Да. Да. Будем покупать с помощью чужих вывесок. 150 и 900 гривен. Что тут смотрим? Прикольная, да. Дорожка какая прикольная. А сколько она стоит? 1300. Ещё 300. Ещё 300. Ещё 300. А так она стоит 1750. Я не знаю, от чего отталкиваться. Я не видел товары. Понимаете? Банки даже можно купить. Видите? Возьму. Деньги небольшие. Ставрием. Либо заработаю. Либо выпать. А вы пока делайте ваше положение. Аж комментарии. Потом в конце будет интересно посмотреть. Ну. Да. Да. Правые вы оказались или нет? Слушайте, я не проявлял. Смотрите, вон сколько. Лего, игрушек всяких. Я тебе тоже не обманывал. А надо было смотреть прямо здесь все. Я же тебе ничего не запрещал. Это именно тот случай, когда тебе предлагают шикарные 583 пробы, золотые серьги на барахолке. И на фоне играет музыка. Тебе потом банят монетизацию. И ты озвучиваешь всё это за кадром. В общем, эти серьги я купил за 14000 гривен. Здесь почти 8 грамм. 7 и 8. По какой цене за грамм? Посчитайте и напишите в комментариях. Человек говорит, что здесь александрит. Я ему сказал, что здесь не александрит, а аметист. Ну, короче, поехали. Серёжки поторговались за 14000. За 14000. За 15000 гривен. Теперь у меня такая большая лупа. А ну, покажи, чтобы я запомнил, что он там спрашивает. Так вот, включили и едем. Так, что тут ещё? Давайте посмотрим. Зажигалок, сколько ножек. Привёз человеку просто кольцо сегодня отдать. Который камень проверял. Видите, серёжки купил. Если надо, кому-то пишите. Могу перепродать дороже. Могу перепродать дороже. Могу перепродать дороже. Вы разберите, хорошая цена. И цена хорошая. а почем такой большой подсвечник канделябра почему 4000 пошел дальше я думал это обычная кассета сразу а сколько стоит с чуваком получается двушка так вот витальна смотри покажу тебе все а почем они если ты забирать не если по если по одной это 700 зипа какая ну да Соленьки, соленьки, заходите и смотрите, что там такое. Интересно, какие-то часы работают, нет? Нет, блядь. Смотрите, сколько тут женской красоты. Всякие брошки. Вот есть часы мужские. Пандорки. Мне все время спрашивают, чтобы я что-то в бутылочке спросил, а я все время забываю. С какой бутылочки? Если бы прислали принт-скрин. Я бы спросил. Сколько всего? Если бы принт-скрин делать, я спрошу. Вот смотрите, видите, это аллея. Туда-сюда, да? А это проход вон туда. Андрюха стоит. Вон он. Видит вот этими лампами велосипед. Шикарный велосипед. Шикарный, да? Шикарный просто. Шикарный шикарный. Батарейки поставил. Надо подставлять на продажу. Побрал пакет целый, с такими часами. Сейчас запущу их. Уже такие они красивые, да? Так, одни уже пошли. Ну, вторые не пошли. Если кому надо, пишите, новые. Так, эти побежали, да? Нет, что-то эти не идут. Идут. Заводную головку не встанет. А деревянный корпус и рабочие есть? Это вот по буденникам. А приход найдете сейчас вообще, если что. Вот она ближе к Леснардин. 100 долларов. Так, посмотрим, что тут у нас. На 8а новое. 8а, блин, ё-моё, 16. Вы же уже должны знать сами, что это 16. Смотрите. Ложка. Сильвер. Ух ты, ёперный балет. Все по-взрослому. Видели сколько? Чекух. Ну, важит грамм 70. Да? Угадал? А ну, сейчас проверим. Пока весы разогреваются, покажу вам клеймо ближе. Чуть-чуть не угадал. 74,8. А почем за грамм? По 80. По 80? Красавица, да? Ну, и состояние... Красавица, да? Это не полировано, она в таком состоянии была. Ей просто не пользовались, держали в коллекцию. Это тоже по 80? Нет. По 50. Это по 50. Ну, грамм 50. 55. Ну, ты лишь чуть-чуть. На пяток грамм ошибаюсь. Ну, в свою же сторону. А что там у тебя за запонки такие спрятались? Ммм... Да, хорошая. Симпатичная. А почем? 600 гривен. 600 гривен. Какой янтарь. Тоже новенький. Без кольчиков были, кроме видео. А-а-а. Пленку можно тут на фотоаппарат купить. Угу. Вот так? Ну, традиционно, петухи. Разных мастей. Да. Надо за петухами, кстати. Да, и все ходят за петухами. Все хотят петухов дома. Ливан. Сердолик. Нет. Семерочка, кстати. Да, да. Очень даже неплохая. Ну, хожу прямо к магазину. Это где-то через... Это с зеленым. Просветление. Да, через час возле магазина. Ну, зеленое, одно фиолетовое. Ну, все равно загрузиться надо будет. А сколько семерка? Да. Бинокль. Три тысячи. Три тысячи. И целая пушечка. Все, друзья. Вот такая барахолочка сегодня. Затарился. Даже не помню, блин, на какую сумму затарился. Блин, вообще даже не понимаю. Надо видео буду монтировать. Надо будет посчитать, на сколько же я сегодня скупился. Это просто труба. Такое бывает не часто. Сейчас еще заеду. Купил одну штучку. На новую почту пришла. Когда-то я вам показывал. Один интересный предмет. Человек тогда его не продавал. А это говорит, я наигрался. Если, говорит, у тебя желание не пропало купить. Говорит, можешь купить. Ну, теперь я буду играться. Сейчас покажу. Сейчас покажу вам. Так, друзья. Вот они все покупочки. Хочу показать все вместе. И вот то, что я получил. Что хотел давно купить этот ножик. Помните, показывал он неоднократно в видео. Запрало его за 2000 гривен. Приехал он мне почтой. Просто человек хотел наиграться. Наигрался. А теперь продал. Теперь буду я играться. Интересная штучка, да? Как думаете, сколько такое стоит? Да сколько можно продать? Пишите свои соображения в комментариях. Прикольно. Нож для сигар, да? Блин, красивый. Он мне очень нравится. Давно я его хотел приобрести. Так, сейчас покажу по фаберже, по бутылке из подводки. Сейчас открою. Вот так вот она выглядит внутри. Вот такая внутри бутылка под водку с четырьмя стопочками, которые держатся на крышечке. Видите? Ну, это мне человек просто дал на продажу продать. Мы там... У нас с ним свои отношения, так сказать. Я ее не покупал. Ну, если у кого-то есть такая бутылка водки, то с удовольствием бы купил бы. Хоть с содержимым, хоть без. Можно само яйцо, можно с рафином. Предлагайте. Так, что еще заслуживает внимания посмотреть ближе? Ну, ножик вы видели, да? Не успел я к мастеру. Уже покажу его ближе, более детально. Тогда, когда отдам мастеру. Когда он будет нормально открываться, фиксироваться. Вот такой вот нож. Я думаю, что это грибной ножик, а вы как думаете? Я думаю, выглядит он очень достойно. Пружину сделают. Все это ремонтируется. Просто на это она будет потратить какие-то средства. Так, что по часам звезда? Часы серебряные. Но, к сожалению, они не идут. Заводишь, начинают трудить и останавливаются. Здесь серебряный. И корпус у них, и сам браслет. Где-то я тут уже нашел клеймо. А, вот оно оно. Вот они клеймо, видите? Ну, это тоже отдам часовщику. Все это восстановится. Все будет идти. Вот эти часики. Жалко, конечно, что подбитый цифер платный. Я думаю, его трогать не буду, потому что часы из первой сотни. Смотрите, какой номер. Еще раз покажу. Видите, да? Поэтому просто отдам отремонтировать. И поставлю на продажу. В таком состоянии, как есть. Компас тоже надо привести в порядок, почистить стекло. Жалко, нету этой штуки. Может, где-то я найду у себя. На каком-нибудь, может, какой-то нерабочий есть компас, да? Прикручу. В общем, как-то так. Сережки хоть и ушки не серебряные, но натуральный янтарь такой красивый. Поэтому ушечка. Так. Это у нас Мозор. При детальном рассмотрении выяснилось, что это Мозор. Причем циферблат у него целый. Стекло отсутствует. Кольцо есть. Часы на полном ходу, но нету стрелок. Сейчас покажу механизм. Заслуживает внимания, так сказать. Смотрите, какой красавчик. Все четенько все идет. Жалко, не проверишь точно или не точно. Ну, я думаю, мастер найдет стрелки. Установит стекло. Выгнет вот эту дужку. Которую согнули. Видите? Ну, по крайней мере. Уже так можно продавать в таком состоянии. И неплохо заработать при цене покупки. В 200 гривен. Вот такой красавчик. Спасибо подписчику за ромбик. Привет тебе. Ромб серебряный. Именно такой четенький. Конечно, если бы было меньше лент, то стоило бы дороже. Можно было бы заработать. Там есть знаки 9 лент, по-моему. Ну, это тоже такой симпатичный, да? Еще раз молния. С одной стороны очень красивая, да? А с другой стороны не очень, но за 500 гривен очень даже неплохо. Так, часы для подписчиков на аукцион. Все четенько. Ремешок надо поменять. Сейчас я поменяю ремешок. Выставлю, так что переходите по ссылке. Вы можете участвовать в торгах. Ну, такой неплохой будильничек. Копия, понятное дело. Ну, выглядит симпатично. Ну, конечно же, сережки золото с аметистом. Очень даже неплохие сережечки в отличном состоянии. Пушечка. У кого-то, если есть желание купить, пишите. Может, я вам продам сережки. Сегодня меня понесло, да? Накупил сегодня. Видимо, невидимо. Даже не помню, сколько потратил денег на вот эти все покупки. Яйцо это не в счет. А вот все остальное, блин. Надо посчитать. В общем, все, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok